В Киеве объявлен комендантский час, который будет действовать с 20.00 сегодняшнего дня до 7 часов утра 17 марта. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, который призвал всех жителей города по сигналу тревоги укрыться в убежищах. Так, за последние сутки снаряды попали в несколько многоэтажек Киеве, а в Днепре в результате ракетного удара полностью уничтожена взлётно-посадочная полоса аэропорта. Об этом сообщил мэр города. Ужесточённые бои ведутся и в Луганске. В результате ракетных ударов разрушен интернат, больница и три школы города Рубежное. Погибших по меньшей мере четыре человека. Из-за продолжительных обстрелов эвакуировать жителей не удалось. Город Изюм Харьковской области уже две недели блокирован. В городе не наблюдается коммунитарная катастрофа. Уцелевшие под бомбардировки мирные жители умирают от различных болезней и отсутствия лекарств. В городе отключены вода, электричество, отопление и средства коммуникации. Кстати, уже озвучена сумма материального ущерба, нанесённого войной до сегодняшнего дня экономики Кураины. По данным Министерства финансов страны, убытки превысили 500 миллиардов долларов. Однако и это не окончательная цифра. Появились и новые данные о потере с российской стороны. По сообщению Генерального штаба Вооружённых сил Украины, потери личного состава превысили 13,5 тысяч человек. Кроме того, уничтожено 1279 единиц бронетехники, 81 самолёт, 95 вертолётов, свыше 400 танков, 150 артиллерийских систем. Тем временем, премьер-министр Польши, Чехии и Словении сегодня отбыли в Киев. Цель визита – выражение поддержки Европейского союза правительству Украины. Продолжение следует...